Доброго фпс, господа! С вами снова я, Шус, и очень многие просили, и даже, наверное, не просили, а писали, как бы, Шус, родной, ты вот вроде поиграл в Тарков, скажи, пожалуйста, что ты думаешь, скажи, что там есть, чего там нету, какие там проблемы, стоит ли покупать? Вот очень часто вопрос, стоит ли покупать эту игру? И, знаете, пиздеть не мешки ворочать, поэтому давайте попробуем, да, с вами поговорить сегодня на эту тему. У меня есть немного контента, который я бы хотел показать, есть много моментов, которые я хотел бы рассказать, тем более, что НДА с меня снято. Мы про политику НДА поговорим чуть позже, там очень много чего хочется сказать, на самом деле, про эту игру, потому что я ее, как-никак, ждал, да, мне она была интересна, что я получил на текущий момент, что обещали, я не хочу обсуждать, знаете, почему? Потому что я не люблю обсуждать то, что обещали. Давайте поговорим по факту, что есть на альфа-тесте, спустя полгода, как я уже поиграл в эту игру впервые. Какая работа была проведена и что у нас есть на текущий момент. Итак, сначала окунемся в небольшой сюжет, в котором, грубо говоря, как я понял, там, все не так издозначно, знаете ли, ЧВК, две структуры или две группировки, да, одни из них Медведи, другие из них Юсеки, потеряли связь со штабом в городе Таркове, который был особой экономической зоной, там, в чурте, что творится, полный джем на город сброшен, и наши товарищи, или Юсеки, или Биры, противоборствующие между собой группировки, в текущих реалиях той вселенной, должны выбраться из этого Таркова. Поэтому игра так и называется, сбежать из Таркова или Escape from Tark. Изначально Тарков или Тарков, как угодно, разделено на несколько, так сказать, пригородных областей, в которых нам предстоит играть, это так называемые карты, потому что Тарков это сессионный шутер, да, и на каждой из карт есть несколько выходов с локации, в этом может быть две, три или четыре выхода с локации, через которые мы сможем, собственно, сбежать. А если мы не выйдем через них, а просто выйдем из игры, например, или не успеем дойти до выхода, в обозначенный срок персонаж умирает и теряет все, что у него есть. По поводу обещаний сразу скажу, почему я не любитель, и вот попрошу, не надо писать, но они же это обещали, разработчики вот это обещали. А кто не знает, что обещали разработчики, вы можете спокойно пройти к ним на канал, у них там есть рубрика «Дневники разработчиков», я смотрел, очень интересно, кстати. То есть, можете глянуть и посмотреть, что они обещают, там я же буду говорить, что по факту, не стоит, пожалуйста, вот реально вопрошу, не стоит писать, «Да это же альфа-тест, да все будет, да они обещали, да я вот знаю, все это будет, это же альфа, все пилится». Эта альфа уже идет полгода, поэтому я считаю, вполне можно выдать адекватную какую-то критику и сказать, чего конкретно не хватает, исключительно по моему мнению. И только по нему, я не говорю, что это мнение народа, я говорю это исключительно от себя, потому что люди хотят это услышать исключительно от меня. Итак, поехали, давайте начнем с плюсов, с позитивных вещей, которые я испытал за время игры в Escape from Tarkov. У меня вот небольшая пометочка, это вот первое, написано «оружейная порно», да, оружейная, скрафтить все и совсем, вообще кайф. Можно из каждой, каждую пушку можно изменить настолько, что вы вряд ли узнаете, что это было изначально, да, на первый взгляд. И это здорово, потому что у каждого обвеса, у каждой штуки, которую можно поставить на ваш ган, есть какие-то особых характеристики, которые в итоге будут влиять на ваше оружие, именно на то, как оно будет удобно, как оно будет весить, какая кучность будет при стрельбе, какая отдача, и все это. И там очень много показателей, очень интересные. И все хочется больше и больше проводить с этим оружием, когда, я уверен, будет введена механика страховки, которой сейчас нету. Будет в этом весь смысл, потому что сейчас оружие теряется очень быстро, и вы можете делать на свой страх и риск, но я лично с пушкой долго не живу. То есть, с нормальной пушкой я проживаю максимум там три рейда, а потом она уходит внезапно. Пацану, который вышел на меня с дробовиком, он такой, хей, здорово. Но когда будет страховка, я считаю, это приобретет гораздо больше смысла, у вас будет одно и то же оружие, которое будет застраховано за деньги, вы можете его не терять. При этом оно может уйти к какому-то другому человеку, и в игре будет еще больше такого классного оружия, которое можно впарить, например. Но это тоже очень интересный момент, потому что, например, ваш товарищ сможет вас убить, да, получит по страховке, вы получите по страховке такой же ган, да, заплатив какие-то деньги, а ваш товарищ сможет продать оружие на барахолке или на аукционе, который анонсирует. То есть, тут как бы еще такая тема, это все, да, барахолки, аукционы, это все анонсировано, все будет, но сейчас этого нет, так что давайте пока опустим эту песню. Второе. Оруженное порно мы разобрали. Второе. Перестрелки. Они охуительно бодрые. Перестрелки просто они на уровне армы, понимаете, там, или даже, может, где-то лучше, где-то хуже, но вот уровень армы, я считаю, есть в перестрелках, потому что действительно бодро. Звуки выстрелов, вот это все, подавление эффекта, попадание по тебе, попадание по противнику, ну, они просто охуенно. То есть, ты, когда начинается перестрелка, реально еще подергивай, понимаешь, что можешь испугаться, дернуться, то есть, там много чего происходит, реально перестрелки здоровские. Маневры тактические, там, персонажи довольно быстры. Персонажи, они реально быстры, это открывает гораздо больше возможностей тактической мысли какой-то, где-то обойти, где-то флангануть, где-то остаться, где-то пригнуться, это, ну, очень классно. Вот перестрелки реально хороши. Перестрелки, вот, не могу ничего, мне даже интересно, как можно их сделать еще лучше, если сделать еще лучше, будет просто здорово, если разработчик сделать. Но перестрелки в игре уже в том виде, в котором они есть сейчас, они охуенные. Правда, поверьте, они охуенные. Особенно между игроками, это выглядит супер, потому что бот, они немножко все-таки глупенькие, но когда ты воюешь с игроком, ну, это классно. Если перестрелка не заканчивается буквально за секунды, 2-3, и вы с ним начинаете, к тому же расходиться, что-то выдумывать, это начинается чистые шахматы. Кто кого. Бывает, ты выиграешь, бывает, проигрываешь. Ладно, с перестрелками тут есть. Торговля. Мне очень нравится, как торговля реализована, в принципе, в задумке, но, как она сейчас реализована, мы опять же об этом попозже поговорим чуть-чуть, потому что сейчас плюсы. Ты трусишься за свой лут, потому что он действительно стоит денег, частенько, да, или если ты взял с собой дробовик и патрон, ты не держишься за него и не трусишься, поэтому ты более активный на карте. А когда вот, ну, именно торговля по деньгам, она, ну, она очень хорошо реализована. Там есть несколько видов валют. Некоторые обвесы, например, Амеровские, продаются за баксы, некоторые обвесы продаются за рубли. И несколько торговцев, которые продают разные вещи, некоторые продают инаковые вещи. Ценовая категория у всех разная, например, на покупку ваших вещей. То есть там, где, например, один человек, один торговец даст большие деньги, другой торговец может дать меньшие деньги. Ну, например, тот торговец, который дает меньшие деньги, он скупает больше ассортимента, чем скупает другой торговец, который скупает узкий ассортимент. И вот, например, есть репутация у торговцев, она уже сейчас, кстати, работает. То есть если вы прокачаете, потратите или продадите, купите, то есть будет конверсия валют у вас с одним торговцем превышать 1 миллион, да, в ту и в другую сторону. То есть вы купили и продали ему на сумму примерно 1 миллион, он выкатит вам из-под полы какие-то еще там штуки, скажет, вот смотри, у меня здесь есть еще вон там шлем, да. И ты такой, нифига себе, а ведь когда был первый уровень репутации у меня с ним, он мне такое не продавал. То есть есть смысл продавать, сотрудничать с одним товарищем торговцем, если вам что-то нравится из его ассортимента или же с другим. То есть все от вас зависит. То есть в целом торговля, в которой она есть сейчас, она действительно классная. Что еще? А, вот, да, закончили про торговлю, давайте теперь поговорим немножко про карты. Карты, они, ну, это плюсы, карты, они реально атмосферные. Карты, они реально хорошие, вот там периодически на заводе, когда за, ну, знаете, абстрагируюсь от ситуации на карте, начинаю просто смотреть по сторонам, там то где-то начнет дождик покапывать с крыши и с дырки, там деталей очень много, то там свет, то еще что-то, именно такой, знаете, атмосфера или передает чувство брошенного места, знаете, вот город-призрак, то есть реально классно, чувствую, что ты где-то вместе, богом забытым, да, на который уже все просто положили хер, и ты тут один, и с тобой вместе такие же, как ты, и еще какие-то отморозки. Да, классно, или вот еще особенность карты такая, ты куда бы ты ни пошел, ты куда-то да придешь, и что-нибудь ты найдешь. Они не пустые, правда, они не пустые, там везде есть лут, понимаешь, вот просто нужно немножко поискать. И куда бы ты ни пошел, ты куда-то да придешь, и что-нибудь найдешь. Иногда даже можешь пиздюлей найти, если сильно постараешься. Так, ну и подходим к парочке плюсиков оставшихся. Озвучка, озвучка, ну просто 10 из 10. Мне очень понравилась озвучка Медведей и Диких, а вот Юсеков могли бы сделать и попизже. У Юсеков голос какой-то вот ненастоящий, ненастоящий. Вот чисто мое мнение, да, если взять озвучку, там именно ругачки Биров и Диких, это ну просто сказка. Дикий там кричит, что за стрельба, я сейчас в милицию позвоню. Ну это очень классно, там. Они ругаются матом, там все очень по канону, людей набрали классных, там особенно этот ржущий, дикий, просто сказка. Чувак, позвони мне. Супер просто. А вот о поводу Юсеков, мне кажется, если... Ну это чисто, ну как, не знаю, мое мнение. Если бы взяли какого-то Брица, да, именно англичанина жесткого с акцентом, и он бы вам что-то озвучил, мне кажется, это было бы реально пизже. Хотя это, возможно, не по лору, да, я просто не сильно разбираюсь. Может быть, там чисто американцы в этом Юсеке, но я хер его знает. Но британец был бы нахуй идеальным, я считаю. Британский акцент этому парню, который Юсеков озвучивал. И просто поехали. Просто поехали. Там было бы 10 из 10, а так, наверное, 9 из 10. Но озвучка все еще слишком хороша. Дальше. Один из последних плюсов это перемещение, передвижение персонажа. Спринт, шум, слышимость, смена позиций, стоя, смена позиций там различных. Их еще, скорее всего, будет немножко больше, но это просто тоже охуительно. Передвижение персонажа, шум от спринта, шум от того, что ты на что-то наступаешь, шум от двери, шум от... Вот еще бы давали шум, если ты ствол бьешь в стену, это было бы просто 10 из 10. Просто 10 из 10. Шум должен быть такой и оставаться, чтобы человек реально, когда ходил, он реально, сука, знал, что он может нашуметь. И в Таргой сейчас идет, можно сказать, небольшая крысиная война. Типа люди ходят очень медленно, чтобы не шуметь. Вот это вот Camp for Good. Но в то же время, если ты играешь в эту игру немножко больше, ты начинаешь разбираться, что ходить медленно. Я тоже очень часто, я вот начало своей игры, половина своего геймплея, 50% в самом начале, я ходил медленно. Так же, то есть очень-очень тихо, не создавая никакой шум. Но потом ты понимаешь, что есть некоторые места, в которых этот шум лучше не создавать. А в остальных частях карты ты можешь спокойно бегать. Не на спринте, но бегать быстро, то есть максимально. Ты можешь выбрать скорость персонажа. Это реально передвижение персонажа, спринт, слышимость, шум. Все сделано настолько, на данный момент неплохо, даже хорошо, наверное. Может быть отлично, но пока что сделано хорошо, что нет никаких нареканий. Это опять же открывает множество возможностей. Множество возможностей тактической мысли, как, где, как поступить. И это несомненно плюс. Ну а теперь по минусам, да? Давайте я сразу скажу по минусам, что, вот опять же, я подчеркнул в этом видео, буду очень много раз подчеркивать, я в курсе, что обещают очень много. Очень много. Но я хочу поговорить о том, что по факту есть сейчас, ладно? Давайте. Если вам это не нравится, просто тогда не слушайте это, включите там Битлз, пойдите отдохните. Но я буду говорить по факту, что сейчас хоть это и альфа-тест, потому что он уже полгодик отлится. Итак, нет-код между игроками у меня вот первым написано. Людей реально дергает, охуительные рассинхроны периодически бывают, как когда-то там в самых первых, когда там DayZ появился. Помните, там машина когда стоит, стоит, он такой раз, уехала вперед. Вот про что я говорю, про такие именно десинхи жесткие. Людей лагает, например, была ситуация у нас с Радугой, я вот шел по трубе, я знаю откуда он придет, а он знает где я. И он выходит такой, чекает меня, то есть он вышел из трубы, посмотрел на меня и быстро зашел. То есть прочекал меня в трубе, то есть это было быстро так раз-раз. Он говорит, это ты? А я не видел, чтобы кто-то у меня выходил вообще в трубе. Я говорю, нет. Он выходит, меня с профайера кладет. Я говорю, ты что? Он говорит, да я же выходил, что-то не сказал. Я говорю, я тебя даже не видел. И потом мы в записи посмотрели, еще порофлили. Я вам потом, может быть, это чуть попозже включу. Когда закончу обзор, вы сами посмотрите. Это действительно, то есть это проблема, что когда человек выходит, смотрит на другого человека, заходит, да, он его прочекал. Другой человек даже не видит анимации другого персонажа, что он сделал этот шаг и посмотрел. И именно, возможно, это нехватка каких-то мощностей, но это все еще проблема, которую все еще нужно решать. Если сейчас на этапе альфа-тестирования, да, происходит такая беда, то я не страшно представить, что будет на бете или на ревизе, там, ну, то есть мощностей действительно не хватает. Ай, нужно как-то эту проблему решать. Эта проблема есть сейчас. Да, у меня вот все минусы, которые есть, минусы, они реально сейчас, в данный момент. Далее, господа, торговля, про которую мы говорили как плюс, теперь мы поговорим про ее минус. Она не работает в принципе, как экономика, которая сейчас есть внедрена в игре. Возможно, это она сейчас в каком-то зачаточном состоянии, да, возможно, над ней еще не работали, просто в тупую добавили, вот этим продавцам завозят это, такое количество денег, этим продавцам завозят это, все, поехали. То есть цена, если меняется, меняется несущественно, и это создает сейчас конкретный дефицит, отсутствие барахолки или аукциона, да, где барыги могли бы барыжить предметами, которые раскупаются у торговцев за 2 минуты, отсутствует, создает дефицит, который ничем не закрывается. Объясню как. Раз в час продавцам производится завоз, завоз товара, завоз денег, обновляется их ассортимент, и не всегда обновляются вещи, которые нужны, потому что некоторые вещи, типа автоматов калашников, да, тех же 74 моделей, они обновляются раз, по-моему, в 6 или 8 часов, если я не ошибаюсь, может быть даже больше, или может быть даже меньше, но несут, не каждый час обновляются калашниковы, и сейчас этот товар востребован очень сильно, и люди, которые знают, когда этот товар появляется, которым они реально нужны, они берут его, чтобы их геймплей, их нельзя об этом судить, они делают все совершенно правильно, они ждут конкретное количество времени, и набирают себе этих автоматов калашникова, или еще что-нибудь, там, валов, СВ-шек набирают, то есть все, что есть в игре сейчас, винторезов, они набирают всего, что это есть, чтобы это использовать. В то же время другие игроки, их основное количество, они вынуждены бегать с дробовиками, вон там, по заводу хуярить, весело, задорно, например, именно поэтому, вот из-за того, что у меня нет, ну там, Ксюху-то может найти, КСУ, да, там, у Дикого, и это твой потолок, что ты можешь найти, остальное ты можешь убить либо с другого игрока, либо вообще сейчас никак, потому что у торговли, ну, либо тебе повезет, и ты у торговли-то там, а, СВ-шек, сюда, нахуй, раз, успел скупить, а если ты скупил, считаешь, что ты счастливчик. И эта проблема торговли, возможно, временная все еще, торговля, которая обещана, да, обещана, ее нет, в принципе, она сейчас в ужасном состоянии, многие продавцы покупают некоторые вещи, да, и потом после этого они эти некоторые вещи не покупают, торговля нуждается экономика в конкретной доработке, и страшно представить, как это будут делать разработчики, потому что сейчас это реально охуеть, как охуеть, как страшно выглядит, очень много работы предстоит, и я даже не представляю, как это будет происходить, реально я не представляю, как выходить из этой ситуации, Потому что очень много игроков Будут влиять на эту экономику И, ну, в общем Трудно, трудно продолжать Давайте закончим с этой темой торговли Вот еще очень мало карт Три карты мы имеем У нас есть завод, у нас есть таможня И у нас есть лес Помню, когда зарелизился первый альфа-тест Это был завод и таможня Вот у нас появился лес Полгода прошло Мало карт, нужно больше Уже карты изъезжены, вот, например Мне осталось только лес изъездить и все Просто на лес не хожу сейчас Просто потому, что у меня нет нужного снаряжения А ходить туда с дробовиками, здоровье вредить Но дело-то не в этом Дело в том, что когда я, чувствую, изучу лес Для меня геймплей закончится Просто потому, что карт мало Я понимаю, что их обещали Я тоже видел с вами главное меню, где все эти карты были Я просто считаю, что производство карт Это одна из первостепенных задач Их нужно сделать хотя бы штучек 6, понимаете Сделай хотя бы 6 штучек Ну и тормозни все И пойди к игре дальше Ведь студия не маленькая Очень мало карт И очень маленькое количество Карт произведено за полгода Только лес Я уверен, сейчас там в зачаточном состоянии В студии на самом деле Находится еще больше карт Но очень-очень уж хочется Чтобы они выходили как-то пошустрее Я понимаю, что альфа-тест создан для тестирования А не для того, чтобы что-то подгонять Но просто это игра В которую можно уже играть сейчас И хочется, чтобы играть было веселее Далее Ну и тем более Это же должно вас подводить к ресурсу К ресурсу Ой, к ресурсу К релизу Суть в том, что Если эти карты есть Но они просто не включены в альфа-тестирование То, господи На здоровье Пожалуйста, спрячьте их куда-нибудь И пусть они там будут И релизните через полгода Со всеми картами Это же только лучше Но я так понимаю Их в принципе нет Понимаете? Вот что меня беспокоит Я понимаю, что они сделали лес И сразу его в альфа-тестирование добавили Правильно? Правильно Ведь все люди Даже я купил за пятер Мне дали пресс-кид Но он на меня не сработал Потому что у меня аккаунт уже активирован на пятер У меня нет ни схрона Ни денег Ничего И это хорошо Потому что так даже интереснее играть Но суть в том, что сделали лес И добавили его в альфа-тестирование Значит других карт Я так понимаю Нет Жалко Отсутствие заданий Вот у меня следующее Они Я знаю, что обещали Остановись, человек, за клавиатурой Не стоит Я знаю, что обещали задания Я тоже смотрел Все это добро Все это тоже читал Но пока что нету Поэтому пока что скучно Нужно их добавлять Давайте не будем застрять на это внимание Потому что, судя по всему Это в ближайшем патче Привнесут в задание И тогда будет еще интереснее играть Далее Теперь к насущным проблемам уже Которые В конце края им я не вижу Это застревание персонажей В различных текстурах Например Вот у меня написано Даже поезд на таможне Или шкафчик на заводе Это места, на которых я застреваю Немного, немало Полгода Полгода я проверял этот поезд на таможне А именно когда вы переходите на мост С места спауна Там есть поезд И нужно переходить через вагон Вы можете пробовать проползти И с вероятностью В 90% Вы там останетесь Минут на 6 Пытаясь выбраться Это очень забавно и смешно Но эта проблема не решается Застревание в текстурах есть Еще тут шкафчик Шкафчик на заводе Где второй этаж Раздевалки, умывальники Душевые Там, где ПНВ Кстати, спавнится Еще мы про это тоже поговорим Это застревание в шкафе Ты начинаешь перепрививать через шкафчик И висишь над ним Оставшуюся всю свою жизнь Там уже тебе не выбраться Родной Только методом Лег встал Лег встал Лег встал Это он не факт То есть Состевание в текстурах Это надо фиксить Надо фиксить взаимодействие персонажа В пространстве Это очень важный аспект И что это тоже должно быть Где-то на первом Или на втором месте Далее Что у нас там А вот про НДА поговорим Я говорил раньше Я пропущу один пункт Потому что я видел пункт про НДА И мне вот очень хочется реально поговорить Я не совсем понимаю Какой смысл частично снимать НДА Ей-богу Я понимаю смысл Например Знаете для чего Я понимаю смысл Если вы эмиссар И например У вас нет аудитории Но вам дали возможность стримить таков И вы собираетесь Сейчас вот как мой знакомый Ну по тысяче человек Ему реально это смысл иметь Но вы же не эмиссары То есть Эти люди получают внимание И это здорово на самом деле Что они получают внимание Но я пытаюсь сказать Что эту игру уже показывают люди Их уже показали люди Их уже например показываю я Да Какой смысл запрещать Показывать эту игру другим людям Официальная позиция компании Я так понял Это Могу ошибаться Потому что я ее лично не слышал от них Я слышал что все так говорят А это кстати не хорошо Прислушиваться к этому Что очень мало мощностей сейчас И мы не хотим Чтобы к игре привлекалось особое внимание Потому что мы не сможем справиться С наплывом игроков Я не знаю насколько это правдиво Если это не правдиво То просто пропустите это мимо ушей А если правдиво Вашу игру будет покупать Наслаждайтесь Какой смысл Снятие частичной НТА Это Очень странное решение И Есть очень много игроков Которые тоже могут осветить ваш проект Которым он может понравиться И они Я говорю сейчас про блогеров Да Или летсплейщиков Или стримеров Которые действительно им интересны Они бы уже давно начали этим заниматься Привлекать интерес и к игре И к себе И к вам И Это как бы было Больше Комьюнити бы Пошло игроков В игру там Начало бы расширяться Все это Общество И Отказываться от этого Методом Частичного снятия Да Я такого еще не видел Просто Вы либо снимаете Либо не снимаете И Ну ладно Вам виднее Я считаю что это зашквар Просто Я считаю что это Буквально Я считаю что это зашквар Далее Вот Пропустил Постоянный спаун Переметов На одном и том же месте Это очень хуево Не буду разглагольствовать Так как я и скажу Вот Я 10 раз на заводе бегаю Я знаю где появляется на заводе ПНВ Я из 10 раз 4 раза нашел На одном и том же месте Иногда бывает Из 10 2 раза найду Ну все еще Оно там появляется Я это знаю Если мне нужно ПНВ Я иду туда Я в оффлайне И беру себе ПНВ И все Это нужно фиксить Нужен был рандомный дроп В рандомных местах С рандомным шансом Исключение коробки В коробках пусть будет Один и тот же Грейт лута Но всегда разные Ну то есть Ну когда вещи появляются на полу ПНВ появляется на полу Там же В одном и том же месте Это вообще пиздец Оно просто Ну это Девальвация начинается ПНВ Ужасная Типа что Буду туда ходить Брать ПНВ И его не будет никто покупать И в итоге ПНВ Обесценится Просто потому что Каждый человек сможет Убив 15 минут игры Найти себе 2-3 ПНВ Димка вон Четыре раза пошел Четыре раза нашел ПНВ Ёптую мать Далее А да Про торговцев еще Я забыл сказать Что у торговцев сейчас И денег нет Но это уже не важно То есть Как только им завозят деньги Они теряют деньги Тут же Ну по крайней мере барыга Так Небольшие правки В балансе оружия Давайте начнем с простого Оружие Оно хорошо работает Оно мне нравится Оно классно Дробовики Вот единственное По поводу правок Сейчас скажут Наверное Сейчас что скажут Дробовики порезают Нихуя Дробовики нужно оставить Четко какие они есть Они такие Как и должны Сука быть Дробовик Идеально сделан Просто Без нареканий Я предложу бы Из того что есть Оружие Которое нужно реально Пофиксить Нужно пофиксить Это вал Винторез И АКСУ Потому что Они страйкбольные Они слишком мало Урона наносят Ну вал На фоне Винтореза И АКСУ Выглядит еще Всего ничего Но тоже нужно Чуть поправить урон Но АКСУ И Винторез Это просто пиздец Это буквально Пиздец Не видел я Какие там уроны Написаны Но мне кажется Им реально Ну они не найдут Своего пользователя Вообще никак По крайней мере В том виде В котором сейчас Им нужно срочно Что-то делать Их нужно как-то апать АКСУ Дергается Как ублюдок Хотя Он так и должен Дергаться Как ублюдок Ну хотя бы Урон ему Поднакиньте Вот Ну и естественно Все пистолеты Тоже требуют Какого-то Каких-то правок Инициативный выстрел Инициативный выстрел У меня тут написано Я думаю Не будем Это мы сейчас Обсуждать Потому что Это действительно Сложно представить И есть То есть Инициативный выстрел Это когда ты выходишь На человека Или он выходит на тебя И ты стреляешь С него первый И он тебя убивает Я считаю Что Так быть не должно Потому что Ну или должно Но в очень редких случаях Потому что Инициативный выстрел Очень многое решает В драках И Сейчас он Апнуть Недостаточно хорошо Но в то же время Я не вижу решения Этой проблемы Поэтому просто пропустим Еще Нет никакой Пенализации За убийство Своих товарищей Да вот Есть две группировки Как я говорил ЧВК И я считаю Что должна быть Какая-никакая Пенализация Людей За то что Не бывают Людей Своей ЧВК Своей группировки Юсек Юсека Бирбира И Как минимум Это можно сделать Что вычет денег С счета человека Который убил Полностью За снаряжение Человека Которого он убил Ну это как минимум Да Это как минимум Или Максимум Еще и штраф накидывает Это самое простейшее Что пришло мне в голову Если об этом подумать Если я бы занимался Этой игрой Я думаю Я бы придумал Еще что-нибудь интереснее Но я понимаю Что это возможно будет Но прошло полгода Это простейшая вещь Как по мне Возможно Это тяжело реализовать Я же говорю Как начинался ролик Пиздеть Не мешки ворочать Понимаете Поэтому Я буду просто говорить Далее Спауны на картах Слишком близко Это факт На заводе Я знаю Каждый Ебаный спаун Уже Сколько я там поиграл Я появляюсь Я выхожу Смотрю в место Где человек Сейчас выйдет И тут бывает Либо он меня Зареактивит Потому что он тоже Знает где я появлюсь Либо я его уебываю Все Это завод Мы появляемся Мы знаем спауны Где мы находимся Где находятся люди Возможно Они не всегда Спаунятся в одних И тех же местах Но мы точно знаем Сектор опасности Спаунов должно быть Либо больше То есть Намного больше Потому что Даже на таможне Я уже знаю Где что появляется Именно по игрокам И знаю откуда Ожидать опасности Откуда шмариваю По лесу еще не знаю Но это тоже вопрос времени Либо спаунить Вообще в рандомных частях карты Да и для некоторых игроков Это будет нечестно Потому что они будут появляться Ближе к выходу Но Сейчас это как вы написали Разработчики Это дикий блять запад Нахуй И появился блять Все И вы стоите Смотрите Ждете друг друга Ужас Ужас И вот последнее Но не самый 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 Знаете У меня написано В последнем пункте Но это значит Что он самый 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 Такой Прям Неправильный Это глупенькие боты Они не реагируют На многие вещи Они вот Совершенно не реагируют На звук ходьбы Бега У них очень глупая Прокладка пути Они слабо Взаимодействуют С дверями Они очень глупо Выбирают позиции И я не хочу сказать Что блять Из них надо сделать Бойцов Списан Не надо делать Из них контрактников Да Но они могут быть Хотя бы чуточку умнее Чуточку больше Реагировать на происходящее Группироваться Там доходить Но То как сейчас Это реализовано Это самый Сука Глупый бот На заводе Можно В 99% Случаев Зайти с топором И выйти Убив всех ботов Хотя Расскажу вам сейчас Методу Если вам нужен дробовик На заводе Бежите В административное здание Где 3 этажа По лестницам Вверх подниматься Поднимайтесь Стоите Смотрите на лестничную клетку Они вас не убивают Бегайте Прыгайте Ждете пока бот Придет Короче Стучите Лучше стучать еще топором При этом по стенке А то они могут Не среагировать на вас И когда он поднимается Спрыгивайте на него И просто начинаете Пиздить его топором Легко И вот так подняться С осенними ботами И они никак это не законтрят Это я про мозги их Сейчас они очень глупые Очень Глупые Ну И все На этом плюсы и минусы У меня закончены И вот у меня осталось Исключительно мое мнение Про игру Которую я бы хотел сказать Исходя из того Что я назвал вам сейчас Итак Имха Если вот игру добавить еще Как минимум Четыре карты Если ее добавить Еще Пять Семь пушек Прокачку Обещаю Опять же Обещанную Выдачу трейдерами квестов Обещанной Отшлифовать пару Критических багов То эту игру Уже можно продавать Эту игру уже можно Она уже будет полноценной Эту игру уже можно будет Продавать И допиливать То есть это уже Как будто готовый Конкретный продукт Она Она даже сейчас Неплохая Это точно Она неплохая Но она и не хороша Потому что Чтобы стать хорошей Работы Ну просто поле Непаханное Правда Просто поле Непаханное И я знаю Особенность Человеческую Что когда Ты получаешь деньги Уже получаешь деньги Ты начинаешь Меньше работать Именно поэтому Я не сторонник Всяких ранних доступов Но все же Я надеюсь на лучшее Тем более Это наши Ребята Да Все таки От русских разработчиков Ничего В последнее время Не играл А тут Такое Такое Вышло Давайте так Чтобы стать Хорошей Этой игре Нужно Гораздо больше Контента А именно Карт Квестов Прокачка Система Пушки Взаимодействия Аукционы Между игроками Торговцы Кланы Да Социальная часть Сейчас в принципе Отсутствует Взаимодействие Между игроками Сейчас Которое на месте Это просто Клавиша Y Типа цитаткой Поговорить с другим игроком Но в 99% случаев Сейчас идет Хуяринг Я вижу игрока Я хуярю его Он хуярит меня Вот мы и поговорили Вот и весь социум Ни чата нет Ну просто ничего Еще вот группа Да Чуть не забыл Сбор игроков Группы Без голосовой связи Опять же Потому что она Сейчас не работает Или не может работать Но в целом Она неплоха Но и не хороша Я вставлю Сейчас после этого Обзора И все время останется Еще какой-то контент Прикольный Там где мы фигачимся На заводе с радугой Просто потому что Я не знаю куда Вы присунуть А выбрасывать Удалять мне его Жалко Вставлю хорошие моменты Интересные Вы можете их посмотреть Вам же ребята Спасибо что послушали Этот обзор Наверное Или как бы мнение Наверное все таки Мнение Я привык говорю Что это мнение По поводу Escape from Tarkov Которое Многие из вас Хотели услышать Вы его послушали Я его сказал Доброго всем ФПСы Господа И удачного Просмотра Остаточного материала Блядь У меня тут контакт Пришлось убить Одного юношу С Сайгой Че ему надо Че тебе надо Здесь Пришел ко мне Ты подходишь Не не я Не 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 На хуй Ты стрелял Только что еще раз Я продолжаю Свой нелегкий путь В твою сторону У тебя Да я стрелял По чуваку Блядь Он прошел Мимо меня Я пропустил Дверг Открыл двери Нет не я Я снизу Под тобой В туннеле Есть на фуннеле В туннеле Не спускайся Понял Буду убивать Так у меня Че у меня Нихуясь он дропает Выходишь налево Сразу Я стукнул Ему ногой Подбери Чтоб он охуел Я под тобой Ты за машинами? Да Когда будешь Подниматься Налево Сразу Налево Смотри Да Он там Вдалеке Блядь Кончай его Я сильно ранен Я иду Я прыгну Убил 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 Я дикарь Он лег Тут оказывается А мне похуй А не мне не похуй У меня рука блядь умерла И заново возродилась Лол Не нужно Мне нужна Разгрузка и сумка И прикрытие Я потому что Три патрона Уба та сумка Понял Тише Кто это? Это я Это я Можно эту дверь Когда-то закрыть Наверное Да можно На F Делай Не не тут Тут двери нету Тут только эту дверь Можно Так сумка Трансформер Что там БМ Блядь Поху остальное Балаклава Не я в шапочке Люблю шапочку Ковери ковери меня Я сзади хочу посмотреть Ковери как никогда не коверил Кляк видеокарта Парень решил компьютер собрать по моему Это бот Да я же и говорю Деньги нахуй Видюха блядь Мне нужны магазины на Сайгу У меня есть Один дашь? Один да, на Бросай Выкинул Сейчас возьму Найду и возьму Тут все чел этот Незаводный Я понял Оу, я нашел магазин У пацана было два магазина на Сайгу Зря ты мне дал Ладно, неважно Спасибо большое Мне пацан тоже в ногу выстрелил Мне руку пробило Кхуям Он мне как-то через этот Блядь Так, что это у нас тут? Дробовичок Блядь, это тут я вы... А, вот она, блядь Есть место для второго оружия? Да, да, там есть, 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 есть Давай, забирай Так, мне нужно рассортировать свои нутарь, мне какая-то Тут лег, оказывается, так нелепо Так, есть для магазина место, все, заебись Я хуенно Я готов Ну все, я тоже Работаем 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 Сейчас ты... Не шуми Пошли за ПНВ Опа, ебать, жмурик С дробовиком А, так я его убил, все-таки я его убил Понял, хорошо Это я его убил У меня нет места, так что проверяй сам его Или пусть лежит со своим дробовиком О, слышишь, охуенный дробаш, как у тебя На фоточке А, малышок, малышок? Да, да Малышок, это хорошо Блядь, как его только Ну учти, я малышок модернизировал У меня там прицел есть А у меня, по-моему... Это тоже с прицелом Ебать, да? Ты смотри, значит он тоже малышок модернизировал Смотри Я понял, Раду, я тут просто сейчас немножко... Хорошо Встал за синий Че, войдешь? Дверь открыта тут? Нет, не открыта Нам нужно подниматься наверх Так, пока что Ты снизу? Или на второй дождь ты поднимаешь? Поднимаюсь, поднимаюсь Я стою в лестнице глядкой ниже Не убей меня, нахуй Выхожу к тебе Вышел Ебать, есть Слышишь, я в ПМВ Можем съебываться, нахуй, пошли В смысле? Давай я, блядь, до конца уже, че-то Блядь, ну ПНВ, чувак Да я тебе дам эти ПНВ Да хуй ты мне дашь Моги, может тут житель есть Нет, нет Открывай тогда Будем сейф проверять Давай, давай, ты же смелый Фордефендер, фарги, летс гоу Оп, нету никого Оп, заходи, слева сразу смотри Чисто Смотри, видишь, вот тут магазин с тонакой валяется Не, подойди секунду Я сейф смотрю Мне нихуя не интересно, что там стоит, где мы рубили Евро Евро Рубили Бля, вот евро, это хорошо Да тут всего 5 евро Шо там А, да Смотри, видишь магазин? Вот тут иногда валяется от калаша магазин Все, все виды, да Клево Так Я пока посмотрю Это как ПНВ, один из десяти там валяется Идет кто-то, блядь, выйди в коридор Тихо, 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 тихо Идет, 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 нахуй Тихо, тихо Я же хочу его через дверь, бля, ебаный Это бот, наверное Я проконтролирую, ебаный, ну ладно Я просто хуй знаю, что ты хочешь Я хотел через дверь его, знаешь, куда мимо пройдет Пошли в контейнер Пошли Бля, него сразу, справа В смысле, ты меня убил? Я нет Он тебе два раза в ноги дал Ты меня убил, что, спасибо Бля, чувак, с чего ты взял, что я тебя убил? Вот ты сейчас... Отвечай за базар Отвечай за базар Знаешь почему? Уж он был далеке очень Он не мог меня убить Чувак, отвечай за базар Отвечаешь, да? Что я тебя убил Сука Хуй с ним ладно Бля, такой ты вообще, типа, бля, шусть ты меня убил, пиздец Че-то даже обидно как-то, не знаю Бля, ты дикий Ты челик был, кстати Он был вдалеке, был справа В самый конец У меня тут, блядь, тусовка, нахуй, непонятная какая-то Бля, я просто пойду Челик, да хуй А, да, челик был на туре? Да, челик Сомнительный челик Ну, похуй, на него Ну, сяга, у него была Да, похуй, что там у него было Бля, вот это ты, мне что-то, я пиздец на тебя Я тебе обиделся, короче Шум, ты меня убил Я уверен, что ты меня убил, я уверен Блядь, спорим, нахуй, вот на что Да ладно, да ладно Нет, давай, ты сказал, давай поспорим Давай поспорим, а твой аккаунт Аркова, блядь Давай поспорим, что не я тебе Или на мой, я тебе свой, дам, если я тебя убил Да похуй, ладно Да нет, не похуй, блядь, обида, как бы был Есть уже все Ну, в смысле? Ну, ты говори, ты такой, блядь, шуст, ты меня убил, нахуй Все, это ты меня убил, я уверен, блядь, давай поспорим Ну, давай поспорим Я не слышал, я уверен Давай поспорим, блядь Ну, ты меня стрелял, да? Нет, конечно Конечно Чувак, я в тебя не стрелял О, нихуя сеги, да ты какая-нибудь интересная О, блядь Малышок, блин Высадка, да? Там же встречаемся Там, где ты убил пацана Да Блядь, я на месте встречи Сука, ладно Я в каком-то туннеле Я спускаюсь вниз, вместо встречи иду туда Ты внизу бегаешь сейчас? Да, я по туннелю иду, медленно С места встречи иду там, где стоянка Ты выбил дверь? Нет Хуярил, пошло О, пацана сухуярил, хорошего Ты хуярил, да? Да Я иду в дверь, которую он выбил Выхожу через нее Где тебя чертил? Погоди, да Я снизу, я с него сразу снизу Я чекаю, сзади покажу Вижу пацана, вижу пацана В смысле, он... Я сзади сейчас чекаю, погоди Ага Туннель, туннель прочекал Так, это не по мне Но это в туннелях Я спускаюсь Не, не, это я тут, это я Понял, ага Что, будем лутать? Там пацан вроде залузный, хорошо Давай, пойдем И не сейчас Пойдем, пойдем, я прикрою Сега, хорошая у него Давай скорее И жилет Стоп, стоп, стоп Потом буду обыскивать, просто сниму все Да, блять Жилет, давай, снимайся, нахуй Все, пошли Заходим в дверь, которую он выбил Да, сука, встань ты, блять Бежит, блять, в туннеле, нахуй Не, не, забей Назад давай, давай назад Может, тут справа бежит, не? Да, хуй его знает Вот тут Мне кажется, он тут справа бежит Я прочекал, чисто Давай за мной По туннелю дальше, на месте встречи Смотри назад Я вперед Я наверх поднялся, все нормально пока Давай сюда Блять, чуть не усерся Заходи, чекай Красная дверь? Да, да Так, сейчас я бы быстрее его взял С оптикой у него там просто Ну, просто оптику, коллиматор поставил Коллиматорчиком У меня тоже малышок с коллиматорчиком Готов Ну, пошли туда У него без броника, да? Угу Да, это опасно вообще Я на первый этаж лестницы захожу Да Слышал, нахуй? Нет Слева Да, да Я погнал на лестницу Походу, в контейнер наверху, нет? Да Ты будешь Я пытаюсь проверить Я за ПМВ зашел Понял Тут нету Я лестницу дальше чекаю Диких счета нету Это я проверил по днепроходу О, дикие по верху идут сюда Понял Смыслил там проход Я пошел сзади Пойду Не понял С другой лестницы Займи пока контейнер Ты бежишь? Да, да Поднимаюсь по лестнице Где ты был Угу Я около соседней лестницы Если что Так, контейнер снимаю Тут два трупа, да? Да К тебе уезжаю Снизу? На спринте, да, я снизу Смотри, я буду сейчас забегать на левую журточку Кажется, челики в этом А то оставайся в контейнере Ну щас посмотрим Вот бежит под нами Или ты шел? Я медленно очень Не, не, значит под нами бежит Он на... Вижу Да, 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 бежит Юсек минус А, вижу Может спуститься глядну А он че-то хуто я вижу Ну да, но там был ствол какой-то Сайга вроде Места нет у меня И рюкзака у него нет, а то место нет Че осталось-то для четыре Не считаю их Но еще есть парочка точных Что бежит кто-то? Снизу Ходит, вижу Дикий походу Зашел К тебе коллег К тебе по лестнице Еще будет подниматься Попробую его шлепнуть Если получится Поднимается Раду прям к тебе Ебать Ты живой на... Он с другой лестницы поднимается Сука Да Я живой, я че не сдох Ты думал наверное про другую лестницу Да, я думал про другую Откуда ж на друга я могу увидеть там какая лестница Ты подумай Я не знаю, сори, сори Я бля, все втащил в нее Я че не сдох, блядь Ебать, а он так идет Заходите субботу Думаю, ебать, радуйся Та хуйня Я смотрю, он в спину мне разряжается Я че не сдох У меня где-то хп там 50 оставалось Пиздец просто Четыре кровотечения Я иду к тебе Все нормально Я уже залечу Да мало ли к тебе сейчас А, ну давай Все, все, я уже все готово уже Я же не знаю, кто тут К тебе там поднимается Я только тут вижу Я думал, ты крышь внизу Типа, да Давай это пожарная будет теперь Ага, давай У нее рюкзак был Хорошо Теперь есть чем залутать Тишина гробовая, нахуй Он мне пистолетов садил 10 патронов Живой был Я не знаю, я убил справа Я убил справа на выходе Соседнего цеха Я убил, понял, понял Прямо под тобой левее чуть Да, я убил, я убил Я первого убил, ты второго убил Хорошо Я мог у него, по сути, залутный, хорошо я вижу Один точно Один был бот Я убил бота А, но я убил щелика, который хорошо залутный Я его вижу Я его не вижу Как далеко он от меня Блядь, у меня тропаж, что ли, с этим, с фонариком Шус, вот я смотрю на него Он прям по центру стоит Ты, может, не видишь из-за этого С моей стороны, да? Справа, не-не-не Напротив, да? С моей Ты прям возле бота убил его Прям возле бота он лежит Просто не видишь из-за того, что он подходит Иду Кто, сука, фонариком светит? Или это пистолет мой? Да, оба дикие, Радос Оба дикие? Тише Ты на жорточке сидишь на верху Да, 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 да Ёб твою мать, блядь Я ж думал, ты в контейнере, блядь Там хуёво Там видишь вот эти дырки? Угу И если подхожь близко, он оружие пускает Я не мог стрелять Я понял Ты же, что я первый раз попался У меня получилось Так, ну этот парень Нихуя не залутанный так-то Но мне показалось Издалека Ну это, короче, два диких, блядь Но есть еще люди, по идее Сейчас я разгруз возьму все О, деньги сто есть Денги, деньги Давай деньги ПМ в кобуру, ёпта Ну и все Залтаешь их, да? Да Нахуй этот блокрок Я в железе дикого Я имею стиль Лутая второго О, парня, спортивная сумка У меня уже есть рюкзак дикого Со мной Ты не шути Вазелин Наглазник Батарея О, не хуя, если калашу О, рюкзаке дикого там Если что, я только что было клаву одел, не обострись Ну что, давай, наверное, потихоньку съебываться Тут сейф можно залутать И двух пацанов, которые возле сейфа Да, сейчас приду Цельга Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-ч-к Посмотрю сейчас и приду Иду Давай, поднимайся Я уже тут, наверху Я просто суну немножко, что на меня могут напасть на лестничные клетки там чисто я смотрю лестничью клетку с моей стороны поднимаюсь на третий этаж заходи в комнату с сейфом я хочу сайгу вот тут вот тут видишь куда я смотрю я сайгу хочу тут иногда валяется глушитель понял бля на самом деле пацаны прилегли так себе очень щелчки тт что это такое щепки щепки тт какой то ну ты что то с сейфом провафлял значит бабки потерял в смысле провафлял не лутал ты его ну да в куртке показали так моя правая картотека твоя левая погнали кто быстрее да бля я прикрываю тебя все кто быстрее я лучше прикрою тебе что то в картотеке надо? нет ну я под евро не отказался да ну такого тут нет с глуху будешь? сгущенку? да да сгущенку бери кстати бежит 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 шут делаю вид что я лутаю типа понял шумлю типа я лутаю он под нами это дикий походу да он слишком шумит не 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 это чел да дикий это он ушел нахуй далеко наверху наверху на жордочку блядь на чел блядь я убил сука а нет дикий сука ебану в рот хуй он наверху их тут вообще двое блядь пиздец да да ебаные дикие пиздец сколько их нахуй тут мы пятерых нахуй убили я двоих лично убил ты троих там четырех и еще двое блядь блядь этот дикий бродящий по жордочке который тебя убил меня пугает я спрятался от него думаю он сам придет он придет сто процентов он блядь снизу ходит там где раздевалки бля у него походу сломалась система он теперь блядь стал убийцей он попробовал запах крови блядь на корточках идет ко мне бля мне страшно выходить этот дикий меня упьет блядь у меня есть сайга дикий иди нахуй а что там у тебя было полезного вот есть что-то прям ради чего стоит рискнуть нет так гасить интересно какие то прибамбасы к стволам там блядь не надо он блядь резко появился нахуй с ниоткуда сейчас я там всех закошмарю не надо пожалуй вставлять о греча все толкну и стрип бар иди нахуй дикий я убил его да этот дикий меня так пугал не думал что все кончено если честно так ладно блядь молодежь мне магазин надо на сайгу и я пошел спасибо большое блядь ладно так и быть возьму блядь вам ваших магазина ладно три это потолок ха 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 бери нахуй что ты на них смотришь у тебя ничего такого да ну прям басы к стволам всякие есть я не помню что будет ой да ну в пизду не люблю один оставаться пойду так вот 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 прострелы работают проверено стрелы и стрелы прострелы а прострел высадка высадка статаш ником против всех а ты с чем пробашь издать а я опять на спуске машины все я прийти прямо давай я пока жду пацана на подъеме где нам гибала закинули понял сейчас только в роли закидывающего гибалая у вас ебать блять застыть и смотрит куда-то на ты убил до новый дробаш нашел ой да щас тащи мне давай патроны только сниму с него усека убил я понял скажешь как будешь прибегать диагональ я накрою огнем проход чтобы он на меня отвлекся еще один усек готов киздец блять ты мышь машина просто все это такие же дробовуши как у меня таки по диагонали забежал я начинаю хуярить да я тут готов посмотри туда есть там кто нет ну давай туда идем поменяемся там больше в красный тут прям так безопаснее просто выбросил и патроны выбросил но и спасибо там еще один работа я слышу тишь тишь над нами смотри назад я буду вперед он тут походу он походу зашел слева слышу кого-то сильно ранен убил прикрывая блять мне хуёво он мне все руки вынес блять я руки залечим не хуёво на третий этап шоу один я убил тут проходе сразу справа так у киев я готов идти дальше ты лёг куту в пух на пути руки в землю блять зашли блять убил 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 я сам себя напугал блять я в этом в туалете бля бля жалю быстро мы съедемся сейчас я проверю только этот ты топаешь в туалет зашел да по нв пошел в туалете я за тобой иду я за тобой иду я посмотрю проход не ссы наху ты свет включил хуя не видно нет ни хуя можно обратно бежать пойдем тебе на спину нужно дробовик какую-нибудь закинуть я могу я знаю где его взять туши светлый ты что охуел тише у этого что есть что-то у этого до хуй его знает у этого нет вниз надо спуститься я знаю где тропаш есть у челик я вижу пляж куб забираю уходим на рюкзак та забег вы пошли давай за мной можно пострелять и парать да как бляжа бляжа а бляжа Да ты меня напугал, когда нахуй дверь открывал. Я в двери прострелил просто. Да какое? Они же закрыты нахуй. Ебать мы с тобой идём, орём нахуй. Годдэмит Раскис, у меня чувак кричит, ты такой хуй, пизда, по-английски. Магазин Игоршус.Про, дешёвые ключи для элитных ребят, за качество отвечаю. Все ссылки можно найти в описании под видео.